здравствуйте друзья с вами светлана короткая сегодня мы сделаем шкатулку игольницу в виде тыквы я хотела показать конечно это смешно выглядит это одна из моих первых работ в этой технике я этой шкатулочкой игольницы пользуюсь до сих пор вот такая она страшненькая ей наверное уже лет 10 эту технику я увидела в одном из журналов и она мне очень понравилась и пригодилась еще когда я делала куклу шкатулку снегурочку я вам тоже уже показывала такой мастер-класс так вот снегурочка как раз и была выполнена вот в этой технике за основу шкатулки можно взять любую баночку у меня здесь как вы видите баночки повыше пониже вот жестяные консервные от моющего средства пластиковая форма тыквы конечно и подразумевает не сильно высокий размер поэтому я возьму ее за основу здесь была жестяная банка из-под консервы также можно брать различные стаканчики там с под майонеза сметаны следующее что нам будет нужно эта ткань этот раз я хочу сделать в таком спокойном стиле светлом мне нужно будет для создания объема любой наполнитель лучше сюда подойдет конечно синтепон у кого нет можно попробовать и синтепух но холофайбер сюда не подойдет различная письма нитки иголки и клеевой пистолет и еще кусочек картона что-то будем проклеивать что-то будем прошивать вручную из картона вырежу крышку обрисовываю картон по наружной части банки и вырезаем крышку пока откладываем в сторонку займемся пока основой внутри у меня будет проложена ткань для этого я вырезала кусочек ткани так как у всех баночки разные будут кто какой найдет кто какой придумает для себя кстати это может быть и бобина от скотча это может быть труба от линолеума единственное только донышко приклеить там надо будет так вот если у нас разные баночки как мы будем измерять ткань я возьму по обхвату баночки с запасом для складочек на 5-6 сантиметров беру больше а высоту взяла почти две высоты баночки чтобы тоже было с запасом я сейчас нахожу изнаночную сторону и прошиваю боковую часть я буду это делать вручную вы смотрите как вам лучше можно прошить на машинке вот этот край я ничем не обрабатываю потому что его не будет видно он будет спрятан внутри банки теперь я беру любую сторону в принципе и сметочно-наметочным швом набираю на иголку ткань прохожу и мне нужно будет ее стянуть это будет донышко теперь я стягиваю это донышко и фиксирую ниточку теперь я не выворачивая вставляю все это в баночку примеряю и отворачиваем края вот сюда наружу сейчас мы пока все примере посмотрим все ли нас устраивает внутри будет тоже банка вот такая пышная сейчас мы будем это все приклеивать внутреннюю часть конечно вы можете сделать совершенно по-своему но это самый простейший вариант клеевой пистолет нагрелся я копаю на донышко и сразу приклеиваю все он меня приклеен по центру теперь можно подклеить все и по краям и по бокам чтобы зафиксировать и чтобы здесь более плотно прилегала подкладка поверх кое-где здесь тоже прихватываю получился вот такой цветочек внутри так как у меня здесь есть бортик я сейчас все соберу на нитку и стяну нитку крепкую возьму в два сложения набираю нитку прям под под бортиком вот здесь снаружи тоже сметочно-наметочным швом чтобы это все можно было стянуть клей это хорошо но так будет конечно надежнее стягиваю подтягиваю все и ниточку фиксирую подклады зафиксировано и теперь можно заняться наружной частью вот для этого мне сейчас нужно создать объем буду буду его создавать вот синтепоном и синтепухом вначале я приклею синтепон вырезаю полоску можно сразу в несколько сложений сложить и обклеиваю баночку так как у меня синтепух у него нет вот этой тканой структуры а теперь я беру и вырезаю круг из той ткани которая у вас будет снаружи потому что не обязательно это будет одна и та же ткань в мире им как мне надо чтобы края ткани выходили хотя бы на 2-3 сантиметра выше баночки потому что прокладывать будем мы сюда объем за счет этого ткань немножко у нас опустится мне сейчас нужно найти центр и приклеить саму банку делаю я примерно на глаз немножко даже подровняла края у кого синтетическая сыпучая ткань можно взять зажигалочка или спичками и обжечь край сейчас я весь край собираю на иголку на нитку вернее для того чтобы ее потом стянуть когда мы собираем на нитку мы отступаем от края ну фактически сантиметр вот этот край весь мы его будем подворачивать мы его будем прятать у нас не ни одна ниточка ни один срез не будет виден теперь у меня есть возможность проложить наполнитель вот сюда между стенок как я уже сказал это касается тех у кого нет синтепона и останется нам вот я даже за два кончика я же дошла до этого до места где начинала тяну за два кончика и завязываю придерживаю сразу не завязываю на узел потому что мне нужно взять сейчас весь наполнитель убрать во внутрь заправляем теперь уже мы можем потянуть хорошенечко и завязать потуже сейчас я распрямляю все складочки и теперь мне нужно будет подогнуть вот эти края обрезанные вовнутрь чтобы у меня здесь ничего не было видно посмотрите как вроде бы аккуратно но в то же время у нас может опуститься вот эта ткань поэтому нужно взять иголочку и пройтись прихватить вот эту подкладку внутреннюю вместе с наружной тканью но перед этим обязательно посмотрите нравится ли вам как лежат складки чтобы не было где-то пусто где-то густо потому что потом уже ничего не исправить друзья пока греется пистолет у меня есть возможность разровнять вот синтепух внутри здесь иголочку вкалываю и подтягиваю его в том направлении вот где мне надо его побольше такая вот пышненькая будет у нас шкатулочка похоже на такую юбочку почему эти шкатулки меня навели на мысль что можно сделать куклу шкатулку именно таким способом и теперь я буду приклеивать тесьму вот прям можно по верху пройти но заодно закрыл закрою и вот этот шов вот так мы приготовили основу а теперь можно приступать крышки здесь тоже все очень просто круг картона и кружочек ткани здесь бы только не запутаться где лицо где изнанка ткань у меня должна перекрывать вверх для того чтобы мы здесь тоже могли создать пышность приклеиваю на горячий пистолет здесь серединочку но я думаю что вот эта сторона лучше приклеится ткани тут было сложно резать потому что она скользкая такая я вижу что конечно я многовато взяла можно чуть-чуть еще я срежу по краю буду собирать нитку стягивать наверху а во внутрь и положу наполнитель я конечно советую немножечко приклеить синтепон вот чтоб здесь меньше двигался именно по крышечке прям можно кусочками все так смело наполняю подтягиваю ниточку и смотрю если надо я еще буду наполнять я тяну за оба кончика чтобы удобно было завязать давайте примерим что у нас получилось по крышке мы тоже можем проклеить тесьму я отрежу немножечко дальше для того чтобы мне из нее сделать соединение вначале я сейчас закреплю здесь посильнее сзади вот здесь я подклею тесьму соединила как раз я кусочек тесьмы я его не вниз опустила а в бок как бы тем самым сделала больше площадь вот этого соединения можно было не клеем здесь соединять а тоже пришить вот такая шкатулочка получается фактически из ничего мы же сейчас будем украшать вверх для того чтобы украсить вверх я вот из атласных лент наделала вот таких розочек сделала их и бутончики друзья вы можете розочки сделать абсолютно совсем другим способом так как я из лент мало работ делаю то и розочки у меня абсолютно примитивные я на уголочек сворачиваю заворачиваю здесь уголочек начинают от вот этого угла сворачивать вот такую как бы трубочку это как начало розы прихватываю здесь иголочка с ниткой а затем вот так делаю вот такие повороты вот так ленточкой делаю повороты наворачиваю столько сколько мне надо теперь также на горячий пистолет все приклею те ленточки которые у меня подходят по цвету нашла что-то тут сшивала что-то сейчас я просто буду приклеивать итак друзья я хочу вам показать для сравнения одну из первых своих работ вообще в моем творчестве соответственно мы здесь можем тоже вот так смело использовать как игольницу при желании можно здесь сделать петельку и красивую пуговичку может придумать застежку на магните а сюда приклеить розочку из той же атласной ленты сейчас я вам покажу покажу вот то что я приклеила и скажу что конечно розочки из атласных ленты всегда хорошо и красиво смотрятся друзья уже хотела я заканчивать свою работу но предвидя то что может быть кому-то не понравится что вот эта верхняя часть крышки такая высокая получилась я придумала такой вариант что вот здесь можно приложить пуговицу большой иголкой проколоть насквозь вывести эти нити вот сюда наверх чтобы они вышли сюда хотя бы с небольшим расстоянием друг от друга подтягиваю вот так нитку и крышечка опускается над на то расстояние которое мне нужно вот завязываем узелок и получается у нас совсем уже другая шкатулочка более низкая еще один вариант как можно разнообразить вот эти шкатулки игольницы друзья если это вам видео вам понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал а я на сегодня с вами прощаюсь благодарю за просмотр до новых встреч